Сегодня семья Бублика и Кисточки собралась в музей. Ура! Мы наконец-то едем в музей! Да! Я очень этому рад! Мы сможем узнать что-нибудь новое и отлично проведем время! Все готовы ехать? Да! Семейка собачек! Веселый денечек! Семья садится в машину и отправляется в музей. Гав-гав! Гав-гав-гав! Семейка собачек весело живет. С бабулей, с дедулей песенки поет. Гав-гав-гав! Много забав! Семейка собачек! Гав-гав-гав! Гав-гав-гав! Много забав! Семейка собачек! Гав-гав-гав! Динозавры Дети, в музее нужно быть внимательными. Здесь очень много залов и всегда большое количество посетителей. Можно очень легко потеряться. Не отставайте от нас, папа, и слушайте, что мы будем рассказывать. Обещаю, вам понравится. Конечно, мамочка. Мы будем внимательными. Точно. А вот и первый зал. Ух ты! Посмотрите, это настоящий скелет динозавра. Они что, действительно были такими большими? Конечно, дети. Это тираннозар. Он весил как шесть легковых машин и был высотой с двухэтажный дом. Такая громадина. А еще у них были очень короткие передние лапы. Видите? Да. Идем дальше. В музее есть еще много чего интересного. Дети, смотрите. Это анкелозавр. Попробуйте угадать, чем он отличается от остальных. Смотрите, он стоит на четырех лапах. Правильно. Вы заметили что-то еще? Я вижу, что у него очень толстый панцирь. Правильно, Кисточка. У этого динозавра самый прочный панцирь. Вот это да. Идемте дальше. Это птеродактиль. Кисточка. Может догадаешься, что особенного в этом динозавре? Я-я отвечу. Я вижу, у него крылья. Он может летать, да? Да, Бублик. Все правильно. Кисточка, а ты что молчишь? О-оу. Кисточка. А куда подевалась Кисточка? Кисточка. 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 Доченька, где ты? Кисточка, ты где? Скорее всего, Кисточка потерялась в прошлых залах. Давайте вернемся и поищем ее там. Точно. Вон она. Ой, нашлась. Да. Кисточка, ну наконец-то мы тебя нашли. Что случилось? Мамочка, я засмотрелась на анкилозавра и не увидела, что вы уже ушли. Мне было так интересно. А потом я поняла, что потерялась и расплакалась. Ну-ну, теперь уже все в порядке. Просто в следующий раз скажи, что хочешь рассмотреть что-то поближе, и мы все тебя подождем. Хорошо? Конечно, папа. Ты такая молодец, что осталась на месте. Поэтому мы тебя так быстро нашли. Ну что ж, все в сборе. А это значит, мы можем продолжать экскурсию. Правда? И поесть мороженого. Да. Семейка в собачек. Веселый денечек. Молочный зуб. Сегодня замечательный день. Бублик и Кисточка гуляют недалеко от дома и наслаждаются отличной погодой. Привет. А где твой зуб? Выбили. Нет. Он сам выпал вчера. Ой, Зорик, а как же ты теперь без зуба? Это ведь был молочный зуб. О, скоро вырастет новый. Постоянный. А взамен зуба, зубная фея принесла мне монетку. И вот, что я купил. Здорово. Ладно, я пойду. Ой, 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 за мной. Ой. Так. Ай. Это не то. Это не то. Ну и что ты там ищешь? Я слышал об этом от дедушки. Но нам нужна веревка. О, нашел. Пошли за мной. Чем занимаетесь? Проверяем гипотезу. А ты уверен, что у тебя все зубы молочные? Может, у мамы спросим? За кривой дверь. Ну, как хочешь. Ой. Мне страшно. Мне тоже. Давай не будем. Нам нужен план Б. Кажется, у меня есть пара идей. Что у вас там такое? Может, чем-то помочь? Опыты, папочка. Мы справимся. Думаешь, зубной фея понравится? Уверена, что понравится. Надеюсь, наша идея сработает. Ага. Поскорей бы утро. Утро начинается. Малыши уже не спят. Солнце улыбается. Приключения ждут ребят. Мамочка, прочитай, пожалуйста. Дорогие ребята, спасибо за подарки. Я надеюсь, что вскоре тоже смогу вам что-нибудь подарить. А пока заботьтесь о своих зубах. О, ты слышала? Ага. Чистите их как следует. Ведь чем здоровее молочный зуб, тем больше монетка. Доброе утро, папочка. Зубная фея прилетала. Ага. А может и фей. Ну что, семейка собачек? Ой, собачек. Сегодня семья Бублика и Кисточки собралась в парк. Как хорошо, что мы можем поехать в парк. Я так долго этого ждал. Да, мы сможем подышать свежим воздухом и отлично провести время. Вы готовы ехать? Да. Семейка собачек. Веселый денечек. Семья садится в машину и отправляется в парк. Мы уже почти приехали. Но что это за тучи? Неужели пойдет дождь и испортит нам прогул? А мы захватим на всякий случай с собой зонтики. Ведь они есть у нас в багажнике. Главное их не забыть. А мы сможем поиграть во что-нибудь все вместе? Сразу когда приедем? Конечно, Бублик. Я как раз взяла с собой бадминтон. Ес! Ура! Я очень люблю бадминтон. Почему небо стало таким темным? Да, и что это за звук? А, похоже, начинается гроза. А, дождь. О, мы же забыли в машине зонтики. Побежали скорее назад, иначе вымокнем и заболеем. Мамочки. О, какой сильный дождь. Ой, гроза. Быстрее, быстрее. Как же плохо, что зонтики мы оставили в машине. Ой, страшно, страшно. Смотрите, там впереди беседка. Давайте добежим до нее и переждем дождь. О, страшно. Ну вот, все промокли. Да и дождь, наверное, будет идти долго. А я так хотела поиграть в бадминтон. Не переживай, кисточка. Хорошо, что мы увидели эту беседку, поэтому и намокли не сильно. Интересно, дождь скоро закончится. О, это очень просто узнать. Нужно посмотреть вверх, и если все небо серое, значит дождь будет идти долго. А когда вокруг тучек видите голубое небо, это значит, что дождь скоро закончится. Грублик, кисточка, не бойтесь. Груб на самом деле не хочет вас напугать. Он так передает привет, а по-другому не умеет. Давайте тоже с ним поздороваемся. Готовы? Три, четыре. Привет! А так уже совсем не страшно. Это Гром, наверное, с нами попрощался. Ой, и дождь, кажется, заканчивается. Семейка собачек. Веселый денечек. Ребята, понравилась серия? Не слышим. Нет? Да! Тогда поторопейтесь подписаться и ставьте лайк. У нас еще много интересных историй. Семья отлично провела время. Кисточка и Бублик узнали, что не нужно бояться грома. А когда небо хмурится, надо брать с собой зонтики, чтобы не намокнуть и не заболеть. Хе-хе-хе-хе!